ясу здорово смотри ты слишком стал предсказуем каждый раз когда ты видишь что-то связано с россией с войной и так далее ну 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 ты как красная тряпка пытаешься и россию во всем обидеть вообще во всех важно правда это не правда у тебя как обычно все по факту ну да все по факту так что слишком стал предсказуем новость берем что который связан с россией обязательно подтянешь так что она станет для россии сказал вообще видишь какие новости массу осуждаем после обсуждаем и осуждаем но они по факту вы для россии или эту новости из россии не если тебя это прям так сильно беспокоит и у тебя это вызывает какое-то подгорание в жопе ну скинь мне тогда положительные новости из россии хорошие мы будем их тоже конечно за обязательно зачитывает а в чем проблема-то я не понимаю то новости которая в россии происходит это событие которое происходит в россии из российской власти а ты доначешь мне говори что это я виноват в этом типа потому что я видите или обсуждаю это еще че-то притягиваю вообще не притягивал хоть один пример вот предоставьте просто губами сейчас что-то выпукнул вот но пример какой-то новости которым что-то там притянули, якобы это плохо для России. Ты, в пример, ничего не привел. Вообще. 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 М? Все это закончится развитием России, увидишь. Ладно, я молчу. Развиваемся, ребята. Мы сегодня посмотрели выступление Екатерины Мизулины. Оно и видно, как развиваются. Студенты очень умные, конечно, ребята. Вот. На них суд прям со сцены, а они аплодируют. Вообще супер. И это я по-твоему притягиваю. Это буквально. Вот ты сам посмотришь, ты дурак, ты же видишь. У тебя глаза есть, уши есть, ты слышишь, видишь. Там еще, ну, желательно, чтобы мозги были, да, чтобы понять суть происходящего, как бы. Но. Развитие. Подожди, не понял. Это же другой человек, да, нафиг. Что за... По колено, спасибо за 10 тысяч рублей. Я буду помнить, лирика, мой трек. Я села, вы чё, алло? Спасибо за 10 долларов. Ой, то есть за 100. И вообще, предыдущий донатер. Я и про Америку иногда могу даже какие-то плохие новости зачитать, да? Представляешь? Про вот эту вот нелегальную иммиграцию, там, нелегальных иммигрантов. Про то, что какие сейчас проблемы здесь. Вот, кстати, вот новость. Смотри, воу. Смотри, смотри, что происходит в Америке. Калифорния, ты посмотри. Нормально, нет? Пришел. Айфоны покупать. Смотри, сколько купил. Богатый, наверное. Ля. Возможно ли такое в России? Нет. А в США, вот чё. Беспредел. И все пол. Все такие стоят, типа. Ну, как будто ничего не происходит. Нормально. Вот, у него там карманы, я вообще, я не знаю, какой глубины. Ну, он же туда сотню айфонов засунул. Причем, дебил не понимает, что это бессмысленно. Эти айфоны заблокируются уже через по 5 минут. Куда засовывать? Зачем? Просто у него там бездна в трусах. И пошел. И полиция стоит, причем. Вот стоит. Это полиция или нет? Я не понимаю. Что? Какой-то, может быть, фильм снимают. А, в машину и поехал, да? Булер. Ой-ой-ой. 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 Вот это проблема в Америке, да. Это проблема. Это проблема. Сейчас уже было интервью. Нет и не будет его сегодня. Завтра оказывается будет. Так, треки записываю. Второй тоже. Причем такого серьезного уровня. Я не знаю, может, ты чего-то не понял, но ты изначально уже привзята отношусь к России, да? Ну, очевидно, потому что уехал из нее и так далее. Все это ясно. Но пытаешься рассуждать, как будто у тебя нейтральная точка зрения. Тебе нет нейтральной точки зрения. Вот. Это неплохо, нехорошо. Я тебя смотрю, но каждый раз, когда говоришь про политику, я уже понимаю, что сейчас 5 минут будешь обсирать Россию. Россию, именно Россию. Потом что-то другое начнется. Тут я не могу все сказать, потому что тут всего 35 секунд. Ну, ты уже напи***дил. Ты уже напи***дил. Тебе хватило 35 секунд, чтобы просто напи***дить, братан. Вот, давай так. Вот ты мне прямо сейчас, я тебе даю 5 минут, чтобы ты мне скинул моменты, где я обсираю Россию. Хоть один момент за 2 года. Покажи. Где? Вот, например, даже сегодняшний стрим. Я не понял, для тебя Екатерина Мизулина это вся Россия. Для тебя российская власть это страна, да? У тебя страна равно Путин. Путин равно страна. Окей, ладно. Я предвзят отношусь к России? Нет. К российской власти. Конечно, предвзят. Потому что это сборище пи***лов и воров, которые обычные граждане за людей не держат. Как мне к ним относиться? С доверием и пониманием? Пошли они на... И поэтому, да, любое действие российской власти, любые их слова у меня вызывают предвзятые отношения, недоверие и правильно, потому что... А как иначе? И чаще всего я прав, потому что они делают хуку, они врут, и так далее, и тому подобное. И ты сейчас мне донатишь и буквально путаешь одно с другим. Ты называешь российскую власть России, типа, как страна. Что за бред? А я эти понятия разделяю между собой. Для меня это не одно и то же. Так что не надо меня тут притягивать, меня тут за типа русофобию, наверное, да, ты мне сейчас хотел притянуть. Даже если, например, взять Россию как страну, если, например, абстрагироваться от политики, от российской власти, предположим, что в России нет Путина, все нормально, Россия это мирная страна, вот, со светлым будущим, люди живут себе спокойно, никого не сажают в тюрьму за слова, вот, я могу сказать, что если абстрагироваться от политики, что Россия, например, Москва или Петербург, потому что у нас два только города есть, там таких прям более-менее нормальных, не более-менее, а хороших, где реально можно жить. Так вот, жизнь в Москве, лично для меня, я был в Европе, в Америке, я могу сказать, что Россия и Москва это самое хуйное место для жизни, самое комфортное, удобное, дешевое, сфера услуг, например, и так далее, что она в Европе, там, ну, типа, нихуя, это просто говно, в Америке лучше, но не то, а в Москве все охуенно, если говорить про жизнь, там, да-то, я бы там жил, если бы все было хорошо в политическом плане, сейчас уже все, поздно, обратно уже ничего не вернуть, вот, и резко, к сожалению, в лучшую сторону в России ничего не поменяется, даже если Надеждин станет президентом, да хоть Навальный, на это требуется много времени, потребуется, чтобы все это привести в норму, вот, поэтому, да, я могу сказать, что Москва это охуительный город, где есть, ну, скажем так, возможность жить классно, жить хорошо, ни в чем себе не отказывай, если ты при бабках, конечно, да, вот, потому что с теми же деньгами в Нью-Йорке, ну, извините, конечно, сложно будет жить хорошо и комфортно, эти деньги ты очень быстро потратишь, когда в Москве, например, ты их потратишь, но не так быстро, так, идем дальше, такой зрады не ожидал никто, какая-то такая зрада, боже, я говорю про город, на Украину напал город, Москва, взлетела и рухнула там Украину, бэмс, идиоты, вообще, я не знаю, типа, башня кремлян, полетела, я скинул, опять он донатит, хорошо, давай, а знаешь, почему ты так относишься, ты говоришь, это сборище долбов и ослов, да, а где нет сборища долбов и ослов, в Украине нет, в США нет, не знаю, в Африке нет, просто жил в России и столкнулся с этими долбами, да, ты их называешь, если бы ты жил в Африке, ты бы столкнулся с такими же долбами, в Африке, в Африке, на Африку, братан, чтобы он в Украине, стал столкнулся с такими же на Украине, я не из Украины, я из России, но ты почему-то, обсираешь только Россию, ну, понятно почему, почему, потому что ты в ней, жил, тебе она доставила многое, но я не обсираю Россию, неудобно сюда каких-то, тут аргументы нет, алло, хесс, вот, есть только символов, но я уже понимаю, что каждый стрим, ты не обсираешь Россию, а только правила, я понимаю тебе легко, ты же уехал для этого, подожди, не понял, утюг, спасибо, для чего я уехал, чувак, я просто уехал, а не уехал для того, чтобы обсирать, я уехал, когда еще о войне, даже речи не было, я что, знал, что война начнется, я буду что-то обсирать, я уехал в Америку и спокойно здесь стримил, все, у меня были определенные планы, соответственно, стримить там, зарабатывать деньги, получить документы, и, соответственно, возвращаться в Россию, приезжать в Россию, делать какой-то контент, но все резко поменялось, вот, утюг, спасибо, стример не выкупил юмор, а не, я и тому дурачку, этому матриксу отвечаю, я ему говорю, приведи пример, и он мне продолжает говорить про Россию, боже, фуватник вонючий, такой зрады не ожидал никто, но мы уже не рухнули, ничего так, папаша чел убивает людей в соседней стране, а он выпердывает в голосовом днате про нейтральность, папаша, хес, зачем ты оправдываешься перед этой хуйниной, что ты взял, чтобы папаша убивает людей в соседней стране, спасибо за 3 евро, Дим Дарк, я оправдываюсь, чел несет хуйни, я ему объясняю, что несет хуйни, и по факту как бы разъясняю, где он не прав, я ему говорю, объясни тогда поподробнее, покажи моменты, где я про Россию плохо говорю, он донатит и опять свою шарманку запускает, и вообще игнорирует то, что говорю я, то есть буквально игнорируя, ты п***ец, ты п***ец, донатер пробивает дно, ну бывает че, зачем-то опять метать стрелки на Африку, да везде есть дебилы, безусловно, но, сейчас-то у нас ситуация какая, война-то у нас в Украине, и напала Россия, а не Африка, поэтому будем говорить о России, о российской власти, и о людях, которые живут в России, поддерживают все это, Соболев будет? Да.